Перед началом ролика хотел бы вам сказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит конкурс на эту замечательную эмочку с двумя красивыми наклеечками. Одна из них металлическая. Поэтому переходим в описании под ролик, в группу ВК, переходим по ссылке, участвуем в конкурсе. Всем приятного просмотра. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами я, Задрот сотов левела. Сегодня у нас опять обучение новичков. Мои советы даю вам сегодня. Преподношу, так сказать, на блюдечке. Сегодня у нас опять же карта Dust2. Последняя точка, про которую сегодня будем разговаривать с вами, я буду делиться своим опытом. Это у нас точка B, потому что Long, Short, Mid мы уже разобрали. Остался точка B и переходим, наверное, к следующей карте. Следующая карта пока посмотрим, какая будет. Пока еще не знаю, какую выбрать. Посмотрим, в общем. Ну, а сегодня мы побазарим с вами о точке B. Ну что, начнем, как обычно, с террористов. Погнали, чё. Насчет точки B хочу выразить свое мнение. Сразу выходить точку B я бы вам никогда не советовал, если вы играете только лоу ранги. Там, я не знаю, какие-нибудь слабенькие ранги. Может, калаши, звезды, сильвера. Я бы вам лично не советовал заходить B, если у вас есть такая возможность. Да, можно, допустим, там, на похер зайти, попробовать с мактенами желательно. Желательно с ппшкой какой-то зайти. Если у вас чел стоит первый по респе, желательно ему взять ппшку, потому что он идет как мясо, и ему надо будет зачистить упор. Или просто собрать, сыграть на инфу, собрать то, где стоит. Это, в основном, цель первого игрока. Цель вторых и третьих игроков накидать ему флешек через верх, такую флешку, такую флешку дать ему. Такая флешка, кстати, не слепит игрока, вот, выходящего, если он идет вот так по углу. Да и даже если вот так он идет, там зависит от того, как вы накинете ему флешку. То есть она, если она упирается в этот угол, бьется, вот, об этот, то она, следовательно, не слепит игрока, который у вас первый по респе выходит. То есть вот такая флешка, как видите, она особо не слепит. Вот такие вот флешки. Первый по респе игрок может купить себе смок, чтобы дать его вот так в ноги себе, потому что иногда бывает такое, что коттешники кидают молик. Ну, на высоких званиях молик будут кидать постоянно. Скорее всего, очень редко не будут кидать молик. Поэтому привыкайте сразу играть на высоких званиях, если вы там планируете глобал апнуть или пойти там на фейсить жестко ебашить. В общем, вам, первым по респе игроку, всегда надо давать смок себе в ноги. Потому что ваша роль, либо вы умираете, как мясо пушечное, либо вам удается хотя бы 2-3 кила сделать, либо же в третьем случае, может, вам повезет и вы выживете вообще. То есть там все зависит от того, как соперники готовы принимать бэ или же нет. Или там, допустим, у него глаки, юспы, что-нибудь, я не знаю, юспы-пистолеты. Если у него хэка, допустим, то с ппшки не составит труда просто разнести голову. Просто с ппшки позажимать, убивать всех врагов. То есть все позиции зачекали. Вот первый игрок может вообще вот так выходить просто. Я не знаю, на чек играть. Собрать всю инфу, заколить инфу, кто где стоит. И второй, третий игрок, который накидали ему флешек. Флешки вот так накидали, накидали. Зашли, выиграли раунд. Такая вот тема. Так, ну, про вторых и третьих преспей я рассказал. Насчет, кстати говоря, АВПшника. Если у вас есть АВПшник в команде, желательно ему встать на мидле и чекать мидл, потому что можно дать инфу по ловеру. В ловер может зайти ктшник. Обоссать вам весь рот ваш. В вашей всей команде. Выйти с ппшки, просто вас разнести. И вы не будете этого ожидать. Потому что в играх с моими подписчиками я замечал такого, что чел просто пушит ловер. Инфы нету о нем. И нас просто выходит и разносит. Поэтому если у вас есть АВПшник, это хорошо. Он чекает мидл, говорит инфу. Если ктшники смок не кладут. Такой, который я показывал. Вот такой смок, если они не кладут. То у вас есть преимущество. У человека, который с ВП чекает, он дает инфу. Сколько проходит на Б, а там уже сами думайте. То есть идти во мне или не идти на Б. Если на Б идет трое человек, то я думаю бессмысленно идти Б. Или вообще там 4 игрока идут Б. Я думаю, что это бессмысленно. Лучше развернуться через ловер, пойти. Я не знаю, в шорт или мидл выйти. Поконтролить. Чисто откинуть смок на мидл. Занять мидл. Убить, возможно, опорника здесь на мидлу. Занять какую-то здесь позицию. Встретить. Убить некоторых игроков. На перетяжке поймать. И уже вы в плюсе. А ваши тиммейты шорт заходят. То есть двоих тут троих... Двоих, ну, если на Б трое играют. То двоих тут ктшников убить не проблема. Один сидит вот тут где-нибудь. Где-то в пленту. Где-то на гусе. Другой контролит лонг. В общем, такая история. Поэтому легко будет зайти вам точку А. Поэтому авапер, это всегда полезно в команде. Даже полезно, если он не дает киллы. А просто собирает вам информацию. Просто вычекивает, сколько кто куда идет. Дает инфу. То есть полезный тиммейт, так сказать. Ну, что по Б еще можно сказать. Выход я рассказал. Про медленный выход можно, в принципе, рассказать. Если вы хотите медленно сыграть. У вас фаст раши не работают. Быстрые раши. Да. Вы можете попробовать медленный. Я помню как-то, когда Global Apple. На лемах, супримах, примерно, звания были. Я придумал такую тактику. Не знаю. Возможно, где-то подсмотрел. Лазов, где-то увидел. Но до этого точно сказать не смогу. Не видел тактику эту. То есть просто 30 секунд ждете. 30 секунд, да. И выходите Б уже с раскидкой. То есть вот. Бежите с респы. Жмете вот тут шифты. Что вас не услышали. Там они прокидывают вам ХЕшки. Прокидывают молики. Кстати, вам повезет, если один опорник Б запушит. Если опорник Б запушил, вы его убили. Пробуйте сразу заходить. Пока не стянулись. КТшники. То есть можно попытаться, да. Но если никто не запушил, вам просто прокинули ХЕшки. Смоком закрыли. Вы просто чилите в темке. Контролите ловер туннел. Контролите мидл. Можете также на респе вас авапер постоять. Пострелять. Навести шороху. Поконтролить спину. Чтобы вам не зашли в спину слонга. Чтобы не зарашили. Если потому что зарашит слонга КТшник вот отсюда зарашит лонг. Он соберет информацию. Скажет, что не, это не А. Это скорее всего Б. То есть прочекают вот тут шорт. По шорту есть инфа. Допустим, шорт запушил челик. То о вас собирают информацию. Все стягиваются с Б. Вас жмут в спину. И шансы выиграть раунд уже минимальны. Потому что по вас есть уже информация. А так. Ждете. Пока на таймере тут 30 секунд не останется. И начинаете раскидку. Кстати, можете на ютубе посмотреть раскидку гранат. Я помню, Симпл отсюда что-то кидал. Там смоки на дверь, на окна. Отсюда флешки раскидал. Отсюда флешку вроде кидают. Что-то там делают. Но у меня свой личный смок есть. Очень простой смок. На дверь дается. Потому что, ну, на окно можно дать. В принципе, если, еще раз говорю, вы там хотите стать профессионалом. Потому что в окне частенько вас может ждать АВП. Особенно в высоких рангах. Потому что эта позиция, ну, как, не считаем. Это дефолтная позиция. Но с нее очень легко убить противника, который выходит с темки. И легко уйти. То есть, убили противника, все, ушли. То есть, это самое легкое. Я на окно смог. Мне вообще похер на него как-то было. Я только на двери научился. И все. Типа вот, сюда целитесь. Если у вас прицел большой, целитесь чуть ниже, чуть выше. Сами решите для себя. И вот такой смок кидаете. То есть, упираетесь в этот вот угол. Кидаете вот такой вот смок. Смок падает в двери. В двери. И, то есть, с дверей вас уже АВП убить не может. То есть, как вот двери перевернули в другую сторону. Ну, когда обновь вышло на двери, на Б. Надеюсь, все помнят. То вот такой вот смочок теперь удобно кидать. Кинули смок. Можно отсюда уже запулить даже флешечки тиммейтом. Это на 30 секундах все делается, если что. То есть, вы уже приготовились, да. То есть, вы встали сюда. Тиммейты какие-то там. Если надо вам закрыть окно. Окно закрыли. Посмотрели на ютубе Гадетский, как закрыть смоком окно. Смок дали на окно. Стоят флешки вам кидают. И вдвоем, троем уже заходите. Флешку такую же опять можно дать. И пробуйте заходить. Все чекайте. Все позиции. И вот, еще одна тактика вам на Б. Можно также, я помню, флешки отсюда вроде как дать. Да? Что-то такое вроде. Вот так кидать. Вот так кидается. Да. Нет, сейчас не кинул. Потому что поспешил. То есть, как-то то ли упираетесь в этот угол, что ли. Да, упираетесь, получается, в этот угол. И флешка прилетает. И флешит. То есть, вот здесь она примерно будет. Где-то тут. И флешит такая флешка. То есть, в этот угол встаете, кидаете флешку, да. Две флешки. Команде запулили. То есть, это хорошо флешит окно. Челика, который на окне, если у вас смока нету. Ну, и также двери можно хорошо зафлешить. Если чел стоит вот так в дверях, чекает вас. Ну, также, понятное дело, пленту. Туда-сюда. Тут с плента тоже можно зафлешить. В общем, все может зафлешить. Очень хорошо. Кроме вот машины. Если тут за машиной чел прячется, вы его, понятное дело, не зафлешите. Ну, а тут тем более. То есть, слишком имбовая позиция. Тут, возможно, чувака за машиной можете зафлешить. Но, не гарантированно. В общем, вот такая вот раскидка у нас до плента. Ну, что, у нас есть еще мидл. Через мидл тоже можно играть Б. Моя любимая позиция мидл на дасте втором. За террористов. Очень легко у нас выйти мидл. Ну, как легко. Для меня легко. Там, ппшку взять, разнести троих-двоих. Меня это всегда радовало. Сейчас покажу, как это сделать. Покажу с ппшкой, можно с калашом, если вы стрелок от бога. Я любитель с ппшкой, потому что обычно на эко... Обычно мы всегда проиграем. Там, первый-вторый раунд, я беру ппшку на втором-третьем раунде и иду просто мидл разносить. Моя любимая тактика была всегда, когда я шел в глобулу. В общем, выходил мидл. Что, брал ппшку по респе? Вообще, все равно, не важно, какая респа. Шел в ловер-таннел. Шел в ловер, зачекил. Все есть у вас на АВП, на респе у нас нету. Можно закинуть вот такой вот молик. Стоп, не такой. Просто, просто, просто кидаем. Я уже в хс-ку один день не играл, уже разучился молик кидать. В общем, вот так просто бежите, кидаете смок. Смок, говорю, молик. Потом пропрыгиваете вот так вот. Даете смок, который я показывал про мидл точку. В видео, в видосе про мидл. Ну, в общем, эту раскидку вы знаете уже, если вы смотрели часть третью по мидлу. То есть, кидаете вот такой смок, кидаете флешки там. Абсолютно. Любые. Заходите мидл, да? Чекайте все позиции. Закрыли смоком сити. На стрейфах прочекали мидл. Никого нету. Можно на шифте, можно фастом. И также не забывайте тиммейтам заколить инфу, что вы вышли мидл, и им нужно заходить с темки. То есть, такая тактика. Три темка и двое мидл могут играть. Или же соло мидл может сыграть. Чтобы навести шороху, отвлечь внимание. А тут уже челы заряжены и готовы уже все делать. То есть, там смок откинуть. Туда-сюда. Флешки накинуть. Выйти. Да? Выйти самим. Роль вот тут челика. Если ему повезет, зайти в спину, забрать троих. Если инфу, допустим, не дали. Или двоих хотя бы. С окна зайти. Прочекать Б. Дать инфу. Никого нету. Убил кого-то, если есть. Все, зашли, поставили пакет. То есть, такая тактика тоже работает. Моя тактика любимая. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Так, ну что, затеров разобрали все? Все, затеров мы разобрали. Идем за КТ разбирать. Правильно? Правильно. Так, ну что у нас за КТ? Опять же, выдаем себе бабки. Чтоб я затарился нормально. Так, ну что за КТ? За КТ опять же смог. Третий по респе кидает. Не попал смоком. Бывает такое. Выше чуть селиться надо. Кинули такой смочок. Прошли на Б. Первый игрок по респе. Да, вы заколебали. Первый игрок у нас по респе, который... Так. Первый игрок по респе, который у нас стоит на Б. Вот этот вот идет на Б. Ничего не кидает. Идет просто с ножом. Плюс своему смок накидывает. Он перепрыгивает смок. Идет на Б. Берет сразу в руки молик. Всегда покупайте молик на Б. Можете кинуть сразу. Если у вас случаи такие, что вы не успеваете молик кинуть. Или же подходите ближе к темке и начинайте слушать. Если шаги топоты, если флешки летят. Есть такая тема. Если вы слышите все это. Флешки, шаги еще раз скажу. То кидайте молик. Вот так вот. И отходите чуть. Готовитесь принимать. Либо же чуть вот так, чтобы вместе с моликом стрелять. И горели, чтобы противники ваши. То есть, что делаете. Либо откидываете молик отсюда прям сразу. Либо же. Зашли на Б. Взяли молик в руки. Нажали Shift. И сидите, слушайте. Если топоты какие-то слышны. Если летят флешки. То кидайте молик. Да. Вот сюда. Если ваш молик контрят. Если вы уже там. Не четвертый раунд играете там. Я не знаю. Шестой, седьмой. Вы поняли, что они смок под себя кидают. Для чего нужен этот молик. Во-первых, подержать. Понять, смок кидают они или нет. Если они кидают смок. То он, например, падает где-то вот здесь. Да. И у вас есть время подумать, куда кинуть молик. То есть, молик можно постелить сразу сюда. Чтобы они прям на выходе вот так вот выходили. Вы расстрелили. И они горели. То есть, вот так можно расстреливать. Вот для чего нужно вам нажать shift. Чтобы понять, идут противники или же нет. Чтобы там и в смок лишний раз смолик ваш не закинуть драгоценный. Потратить его, да. Допустим, вот вы откидываете. Оп. Потушился у вас, да. А кинуть его в уборы. То есть, приемка соло-б тоже рабочая тема. То есть, за КТ принимать легко. Если у вас АВП, можно с АВП тоже подефать. У меня Б стала любимая позиция за КТ. Ну, и Б, и Лонг, в принципе. Если у вас с АВП в руках, да. Идете с АВП. Вот, допустим, вы первый по респе, как обычно. Точно так же прошли, как и в первом случае. Прошли. Двери задоджили. Пробкопили. Стали вот так позицию чекать. Бывает такое, что террористы по респе первые уже вот тут где-нибудь примерно. Поэтому аккуратно, чтобы вас не убили вот отсюда. Потому что терр может встать уже с АВП здесь и ловить просто. Вот так вот. То есть, у них по респе получается быстрее. Если же вам повезло, вы не встретили террориста вот тут. Значит, ждем. Если летят какие-то флешки, значит, сейчас будут выходить. Можно дать один фраг. Первый, который челик будет выходить. Взять молик, откинуть его. И встать в позицию нужную. Опять же вам, да. Убить. И начать их просто убивать. Ваш второй тиммейт. Обычно двое на Б надо играть. Чтоб, допустим, первый опорник убили. Второй хотя бы двоих-троих вырубил. Пока на первого отвлеклись. Второй тиммейт у вас желательно окно играть должен. Чтобы принимать раш вот отсюда. Потому что отсюда принимать раш намного легче. Потому что террорист вас не убьет. Первый по респе с ппшкой какой-нибудь. Или с калашом в голову первой пулей. И тут будет нежданчиком. Оп, залагало. Тут будет нежданчиком, что вы стоите именно тут и встречаете раш тоже. Также террорист может занять вот тут вот место. А вы такой оп и убили его. А он вас ожидать не будет. Потому что он будет чекать либо в упор, либо вот тут вот тим. А вас тут ожидать он не сможет. В общем, нестандартная позиция для него будет. Так, ну чего. Вроде как все рассказал. За... За Б, так сказать. Пояснил вам, как играть правильно Б. Можно также флешками встречать какими-то. Смоками не советую. Смоки не люблю смоки. То есть вот такой вот смог дать. Не очень люблю. Люблю агрессивную игру. Люблю кинуть молик. В молик подпушить. Но лучше в молик не подпушить. Лучше этого не делать. Потому что там вас террорист может ждать. Вот тут с авиком. Ждать энтри фраг. Потому что обычный коттешник вот как раз проходит либо туда, либо тут что-то чекает. Старается тоже фраг сделать. Но для него, для террориста, изи фраг будет в упор вот тут ожидать. То есть он его легко убивает. Если же у вас эко, там я не знаю, вы с какой-то ппшкой. Опять же, первый по респе. Смок уже лежит. Пропрыгиваете просто, да. Бежите. Я не знаю, можно откинуть молик. Ну, рашить тёмку. Если вы рашите тёмку, можешь делать такую тему. Оп. Кинуть такой молик, да. Сделать вид, типа, чтобы террористы не смогли пройти. Вот откинуть такой молик. Отсюда таблички приблизительно выше кинуть. Взять ппшку в руки. Можно на шифте и пропушить тёмку. Вот так вот можно. Либо же второй вариант. Кинуть флешку. Кинуть флешку вон туда. И зайти вот так вот зарашить тёмку. То есть, тоже один из вариантов. Ну, вроде как всё на этом. По большей части всё рассказал. Да. Кстати говоря, затерров ещё можно такой молик дать. Не знаю. Кинется он. Вот так вроде кидается молик этот. Да, вот он. То есть, чтобы окно ктэшники у вас не занимали. Вот так вот. Оп. Не хоп. Вот так вот выше кинуть, да. Вот такой молик. Чтобы ктэшники не смогли занять вот тут вот окно. Вот такой вот молик. Это для террористов ещё. Не для ктэшников. Но хотя для ктэшников, если вы ретейкаете точку, знайте, что чел есть окно. Кинуть такой молик, в принципе, полезная вещь будет. Почему нет? В общем, экспериментируйте. Тренируйтесь. Играйте. Не сдавайтесь никогда. Постали себе цель. Добивайтесь её. Я желаю вам удачи. Всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю. Залетайте на стримы, участвуйте в конкурсе там. На новую наклеечку. Всем удачи. Всем пока. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok